Собрать вторсырье и сдать его на переработку – решение верное, ведь так можно помочь экологии. А если тем самым возможно еще и поддержать кого-то в трудную минуту, то и мотивация сортировать мусор только растет. Так учащийся школ округа и воспитанники детских садов приняли участие в экоакции «Я мусорю прицельно, культурно и раздельно». В результате им удалось собрать более 10 тонн макулатуры, 300 килограммов пластика. Цифры внушительные. Важно то, что вырученные средства от сданного вторсырья на переработку помогли 7-летнему Сереже Привалову, подопечному благотворительного фонда «География добра», партнера акции. Вам огромное спасибо за то, что вы, помогая сделать планету чище, помогаете детям стать здоровее. Сегодня это Сережа. И чем больше людей узнает о таком замечательном деле, как рассортировка мусора и помощь, что они вместе идут, благотворительность и мусор, так сказать, тем наша планета станет чище, а дети быстрее получат долгожданное здоровье. К слову, не только благотворительный фонд, но и многие другие организации поддержали Центр Романтик и помогли провести масштабное экологическое мероприятие, которое завершилось экофестивалем во дворе образовательного учреждения. «Большую роль сыграло в этом то, что работает большая сплоченная команда. Несмотря на то, что в проекте руководителем являюсь я, так сложилось, что у нашего проекта получился большой круг наших друзей и партнеров. Это компания «Хартия», среда роста, волонтеры. Также это проект «Добрые крышечки» благотворительной. Сегодня у нас также присутствуют лесничие наши, Мособл, Пошспас. И, конечно же, наш Всероссийский фонд «География добра», ради которого мы, в принципе, и начали собирать на благотворительность. В рамках проекта «Пластик в обмен на жизнь», либо «Добрый пластик», как его еще называют, мы уже вылечили, либо провели реабилитацию 20 детям. Я надеюсь, что с следующего учебного года, либо через год, мы уже сможем брать подопечного ребенка из этого района, из города Щелково. И все дети в Щелковском районе и взрослые будут знать, что они задают пластикам макулатуру на ребенка, который живет в этом городе. Сегодня в проекте «Юные защитники природы», который успешно реализуется в Центре «Романтик», участвуют более тысячи ребят. Это школьники из 20 учреждений. Также к проекту присоединились и детские сады. Создано 8 отрядов «Эколят-дошколят». А сетевое взаимодействие с учреждениями сферы культуры и спорта помогло увеличить количество площадок проведения тематических акций. На экофестивале отметили те экологические отряды учреждений, которые проявили себя наиболее активно. Однако никто из участников не остался без внимания, ведь все они внесли свой вклад в защиту окружающей среды. В день экофестиваля школьников ожидала интересная интерактивная программа. Организаторы вместе с партнерами подготовили увлекательный квест. Мальчишки и девчонки показали, насколько хорошо знают, как правильно сортировать мусор, какие изделия получаются из вторсырья и многое другое. Экологический фестиваль стал замечательным финальным аккордом важной и нужной акции. Но это вовсе не значит, что работа по защите окружающей среды на этом завершается. Впереди экологические отряды ждет немало интересных тематических мероприятий. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.